В зале заседаний подсудимый ведет себя скромно. Внешне рядовой иностранец трудовой мигрант, но холодный взгляд и сдержанное спокойствие во время оглашения приговора выдают в нем идейного деятеля. Судья первого восточного окружного военного суда зачитывает историю 44-летнего мужчины. Последний разделяет идеологию экстремистского характера. Преследуя цель оправдать его, он распространял по знакомым в популярном мессенджере некие видео с пропагандой работы, запрещенной в России международной террористической организации, а заодно искал новых сторонников в ее ряды. В итоге суд признал мужчину виновным в преступлении, предусмотренном второй частью статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подсудимого приговорили к году лишения свободы. Этот срок он проведет в колонии-поселении, а затем еще два года будет лишен права размещать любые материалы в интернете и других сетях. В то же время сам пропагандист не единственный, кого коснется правосудие. Под уголовное преследование попали и те его знакомые, которые помогали репостить полученное видео с радикальным подтекстом. Приговор уже вступил в законную силу. А в региональном управлении ФСБ напоминают жителям и гостям Сахалинской области о действующем законодательстве, а точнее о предусмотренной уголовной ответственности за публичные призывы к терроризму или его оправдание, а также пропаганду. Поплатиться за такую деятельность можно реальным лишением свободы на срок до семи лет.